Музыка Давайте будем знакомиться Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете? Меня зовут Наталья Анатольевна Степанова Я работаю в центре дополнительного прорывания в Липпино-Бару Башнинского района Да, 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 замечательный у вас поселок и озеро замечательно Давайте поговорим о сегодняшнем семинаре Вот расскажите, что вам на нем понравилось и что бы вы хотели в него добавить? Вообще интересно то, что ребята увидели, что не одни они будут этим заниматься что действительно есть другие такие же ребята которые собираются помогать, обучать детей внедрять технологии, что заинтересовать остальных подтянуть в эту сферу Ну, вот, наверное, самый такой интересный момент Ну, со скрэчем просто мы с ним знакомы для нас это не было каким-то удивлением мы уже работали Я понял, да, хорошо Ну, вот тогда давайте более подробно поговорим о вашей текущей работе в центре дополнительного образования Какие кружки вы ведете и вот чем занимаются дети в техническом творчестве? Ну, у нас, конечно, все завязано пока что на лего в основном То есть лего то, что даже мы, педагоги, можем легче понять это вот руками потрогал, здесь собрал и у нас вот есть два педагога работают на лего в конструировании лего виду и лего майндстормс Ну, у меня взяты более сложные кружки там Трик Студия то есть это конструктор Трик, он интересный его разрабатывает наша питерская какая-то компания он немножко посложнее и как-то уже детей сложно туда заманить они не готовы многие Уровень знаний не дотягивает, трудно, они бьются как об стену и все, и отваливаются Потом 3D-моделирование мы ведем Вот нам поставили принтер Ну и теперь моделируем, да, даже печатаем иногда Что еще из технического у нас? Ну, мультстудия, по идее, тоже техническое творчество И там я тоже попробовала уже на скретче То есть есть ребята, которые действительно интересны и им нравится, что это просто потому что без вот этой мультстудии, без скретча мы снимаем мультфильмы очень подолго ведь надо каждый кадр его переложить персонажей, переделать, все переставить они там сами же не двигаются скретча уже просто два занятия, и вам мультик небольшой, но готов Ну, что больше технического? Больше вроде нет ничего технического такого Я понял, да, но это очень хороший опыт, да когда они делают классический способ мультиком я так понимаю, вот как этот, как этот Юрий Норштейн-то, да то есть он там, вот это все было вручную сделано, да вот как бы сдвинулись, сфотографировали сдвинулись, сфотографировали и это, ну, просто очень гигантский труд а если использовать скретч, и ты там задал проектору движения, и она движется мы уже можем те же самые персонажи нарисовать или слепить из пластилина и сфотографировать, занести в компьютер, обработать они точно так же на фонку складываются и движения им задать это гораздо проще да, да, да на самом деле, то есть, вот ребята, которые постарше класс 6-7, они с этой задачей справляются маленькие, конечно, им надо все помогать ну это да, но я понял ну на самом деле, да, я понял идею то есть можно просто наделать фотографии загрузить их в скретч, и вот эту дальнейшую обработку вести с помощью скретча да, то есть просто их надо сделать в PNG формате с подзадачей фона, и все да, да, да небольшой графический редактор подключить ну, просто эти, вот если говорить о различных ресурсах, сервисах там безграничные, на самом деле, возможности потому что есть Unity, есть вот этот Unreal там, как, вот у меня дочь, она вот уже второй курс закончила, она не программистка но делать такие проекты тоже вот с помощью вот такого блочного программирования, да вот иди туда, там делай вот после какого-то события, там на самом деле можно сделать уже серьезные прототипы да, наверное, я понял я понял, да, хорошо ну вот нам, конечно, интересно как сейчас вот реальная ситуация в нашей Вологодской глубинке вот сейчас, ну в целом тенденция, что все равно в основном дети, молодежь стремятся в города и очень важно их подготовить к этому, да, потому что там ни механизаторы, ни лесорубы-то не нужны то есть вот если у него есть стремление жить где-то вот в городской среде, нужно иметь и соответствующие навыки, соответствующую профессию вот как вы это чувствуете вот какие наши дети вот реально, как они готовятся к жизни в цифровую эпоху? ну, знаете, в деревне они готовятся не то, чтобы вот на лесорубов они все и стремятся в город они все и стараются за компьютером там работать то есть тут немножко даже другое вот главное, чтобы они не уходили в развлечение вот, а именно в работу на компьютере то есть у меня, например, не было такого у меня компьютер появился уже в институте и вот я не представляла, что там можно играть то есть он был не нужен для работы я с ним работаю появляюсь, появлялись игрушки но вот время, которое играть оно быстро потом снизилось вообще до года потому что, ну некогда ты и так столько работаешь за компьютером но еще играть за компьютером жизнь вся пройдет и вот я стараюсь эту мысль донести и детям что компьютер, если вот на развлечение его тратить там бесконечно же развлекаться можно и тогда жизнь-то мимо пройдет и вы ничему не научитесь да, тут я с вами абсолютно согласен но видите, здесь важны не нравоучения и не поучения то есть мы должны своим примером это показывать да, то есть если родитель он сам вот сидит там или уткнулся в телевизор или там лежит на диване то и у ребенка у него вот это потребительское отношение к тем же газетам оно и возникает а если он видит, что папа он программист он что-то делает да, у него сайты там или какие-то вот именно полезные такие производительные сервисы на выходе то и ребенок будет к этому приучаться а запретами тут ничего мы не достигнем понимаете, вот запретный плод он сладок вот поэтому я стараюсь хотя бы своим примером это показывать потому что на родителей-то у меня не на каждого, правда да, да, да ну я понял вот давайте тогда и закончим вот какие бы пожелания родителям детей вот в наш 21 век, цифровую эпоху вы бы могли вот им сказать? ну, нужно искать развлечения вот не в коробочке в этой не в телевизоре, не в компьютере а все-таки в общении как-то оно больше развивает то есть те же вот настольные игры какие-то беседы совместные даже вот реально сидят за столом подростки очень часто но они с телефонами родители с телефонами делают свои дела вот нужно больше жить вот вместе друг для друга я думаю, вот такой посыл да, я абсолютно согласен да, то есть мы люди нам нужно общение и вот понятно, что с помощью цифровых гаджетов эти возможности вроде бы расширяются но нельзя забывать и вот важность такого прямого контакта это совсем вот мы живые, понимаете поэтому вот когда мы находимся в каком-то вот одной комнате надо вот эти цифровые гаджеты убирать и общаться напрямую как бы любить, дружить там, удивляться ну да, то что бывает хорошо, спасибо большое спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...